Приветствую вас на канале Школы Программирования iSchool. Продолжаем курс «Паттерны проектирования в iOS». Сегодня с вами разберем такой паттерн, как абстрактная фабрика. С вами Александр Сенин. Я занимаюсь разработкой приложений и созданием курсов по iOS-разработке. Ссылка на мои курсы под этим видео. Итак, абстрактная фабрика. Я сделал заготовку, чтобы не терять ваше время. Я уже тут создал несколько классов и протоколов. Сейчас давайте разберемся. Итак, если паттерн фабрика у нас с вами производил разные объекты в зависимости от нашего назначения, как в прошлом видео мы разбирали, то шаблон абстрактной фабрики нам генерирует группы объектов. Ну вот, смотрите, пример. Я создал несколько протоколов. Первый протокол «Button». Дальше протокол «Image» и протокол «TextView». Давайте я побольше пробел здесь сделаю. Соответственно, для айфона, ну то есть это какая-то кнопка, да, какая-то абстрактная кнопка, которую мы будем использовать, например, в интерфейсе. Соответственно, для айфона это будет одна кнопка. Для айпада это будет другая кнопка, да, но другой класс. Но она тоже соответствовать будет этому нашему протоколу «Button». То есть, видите, поведение у них разное, ну и реально, да, то есть на айфоне поведение будет одно при нажатии на кнопку, да, на айпаде поведение будет другое. То есть на айфоне, может быть, у нас там будет появляться модальное окно, на айпаде — Popover. Да, так же, как и размеры могут у них отличаться. Вот что, собственно, здесь и отражено. То же самое с картинкой. Вот есть некий протокол. И, соответственно, картинка для айфона, картинка для айпада. И поле TextView, поле для ввода текстовой информации. Аналогично, да? То есть у нас есть размер у этого поля и функция, которая отрабатывает, когда мы ввели текст. Ну и, соответственно, для iPhone это будет... Мы просто в консоль будем выводить, что ввели текст на iPhone, для iPad ввели текст на iPad. Итак, вот такие входящие условия. Значит, если мы не используем никаких паттернов, то что нам нужно делать? Нам каждый раз нужно определять, что это у нас вообще за устройство и для него генерировать свой класс. То есть и так для каждого объекта. Что в какой-то момент может быть крайне неудобно, если этих объектов будет много. Здесь на помощь как раз приходит наш паттерн «Абстрактная фабрика». Каким образом он реализуется? Итак, сперва мы делаем с вами протокол. Так его и называем. Абстрактная фабрика. Ну и, соответственно, она нам будет генерировать эти классы. То есть в нашем случае она нам будет генерировать button, image и textview. Поэтому и сейчас это мы и запишем с вами. Значит, create button. Возвращает она, причем нам именно button, да. То есть вот наш не какой-то конкретный класс, да. Не button на iPhone, button на iPad, а именно объект, который соответствует протоколу button. Ну и таким же образом она у нас делает create image и create textview. Значит, здесь она нам возвращает image, здесь она нам возвращает textview. Вот. И теперь мы уже пишем конкретные классы под нее, да. Значит, первое это iPhone Factory, которое соответствует классу протоколу abstract factory. И второй класс это iPad Factory. Это тоже у нас наша абстрактная фабрика. Ну и, соответственно, реализуем эти методы, да. Вот таким образом. Только если это у нас iPhone, да, то мы возвращаем здесь button iPhone. Вот таким образом. Естественно, здесь может быть какая-то инициализация, да. То есть мы можем создать сперва этот, например, объект. Ну, потом установить у него какой-нибудь там size и так далее, и так далее, и так далее, да. Ну, в данном случае это не принципиально. Значит, здесь мы возвращаем image iPhone. Уже конкретные объекты, да. И здесь возвращаем textview.iphone. То же самое для iPad Factory. Соответственно, здесь только будет iPad. Здесь у нас будет iPad. И здесь будет iPad. Вот таким образом. Как это все реализуется, да. Теперь, если нам нужно получить, соответственно, элемент для iPad, то мы обращаемся уже непосредственно к объекту iPad Factory, да. И говорим, что дай-ка нам кнопку. Если нам нужно получить какой-то объект для iPhone, то мы говорим, дай нам, например, картинку. А вообще это выглядит будет так, да. То есть у нас здесь, ну, то есть мы создадим, например, три объекта. Button, типа вот таким образом. Дальше image, который соответствует протоколу image. И textview. Textview, который тоже соответствует протоколу textview. Потом, в зависимости от того, iPhone это у нас или iPad, мы, соответственно, будем генерировать эти объекты, да. То есть button у нас будет равна. Ну, то есть вот если здесь, например, у нас будет, здесь, естественно, будет не просто true, а здесь будет проверка, да, на тип устройства. Если здесь у нас будет iPhone, тогда мы, соответственно, говорим, что iPhone Factory, пожалуйста, дай мне button. И то же самое с image. Create image. И textview. Дай мне textview. Create textview. Ну, а если это у нас iPad, тогда мы обращаемся к iPad Factory. iPad Factory. Вот таким образом, да. Это первый вариант. Второй вариант. Ну, да, нам компилятор ругается и говорит, что сюда мы никогда не попадем, естественно, потому что это у нас такое тестовое условие, да. Второй вариант. Создать объект типа абстрактная фабрика, да. То есть, например, factory. Factory. Это будет наша абстрактная фабрика, да. Соответственно, если это у нас, например, iPhone, тогда мы говорим, что factory это у нас iPhone Factory. Вот таким образом. А здесь factory это iPad Factory. И создавать уже объекты, соответственно, вот таким образом мы будем. Factory. Factory. Еще более элегантный вариант. Окей. Это была абстрактная фабрика. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишем комментарии к этому видео. Может быть, у вас есть какие-то более удачные примеры, потому что вот так вот я сейчас не могу вспомнить, где реально в свифте применяется этот метод абстрактная фабрика, да. Ну, может быть, вы знаете, поэтому пишите их. Вопросов нету, ставим лайк. И до встречи в следующем уроке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!